Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и прежде всего хочу вам напомнить, что у меня вчера вышел новый обучающий курс по сицилианской защите за белых со вторым ходом в слонг Е2. Это по сути универсальная система против сицилианки, то есть как бы черные не играли, хоть там они хотят сыграть с нами вариант дракона, там челябинский вариант, вариант Найдорфа, там допустим вариант Паульсона, мы их лишаем этой возможности и заводим их в свои линии. Понятно, что конечно же далеко не всегда удается получить перевес, но тем не менее система хороша опять-таки тем, что она очень как раз таки универсальная, против любого варианта, ну и кроме всего прочего хороша также тем, что здесь есть ловушечные варианты, я вкратце уже рассказывал про них в данном видео и сейчас расскажу тоже более подробно про еще одну ловушку. В общем, кому интересен данный курс и кто хочет изучить итальянку за белых более подробно, можете его приобрести, тем более, что сейчас на курс действует скидка в размере 30%. Итак, давайте поговорим более подробно про одну из ловушек, которая у меня встречалась и встречалась неоднократно, она мне очень нравится, потому что здесь действительно классный ход выигрывает, опять же таки да, это компьютерные варианты немного, но тем не менее, почему бы не использовать компьютер, если мы опять-таки можем подготовиться заранее к партии, я считаю, что это всегда хорошо. Итак, давайте же посмотрим эту партию, то здесь как раз таки был вариант с ходом слон Е2 и здесь первые ходы давайте сделаем более-менее быстро, в любом случае здесь я уже говорил как раз в прошлом видео, что мы стандартно обычно развиваемся, если черные сразу не играют как-то по центру, но чаще всего играют черные именно в таком духе. Ну и здесь два из хода главных у белых, это С3 или БД3, каждый ход по-своему хорош, но мне чуть больше нравится ход С3, хотя Д3 тоже, конечно же, хорошее и сильное решение. В ряде вариантов, кстати, возможно перестановки, если он сыграет КНФ6, как и показывает компьютер, то тогда мы уже обязаны играть Д3. Ну и далее эту позицию я разбирал немного как раз в прошлом видео, останавливаться на ней не будем, покажу лучше, что будет, если черные сыграют Е5. На самом деле ход Е5 достаточно логичный, то есть черные захватывают центр и подобные ходы вполне возможны в сицилианке, в разных схемах, но в целом ход еще не ошибочный, но уже не точный. Итак, почему же ход не точный? На самом деле после хода Е5 мы можем и как-то более спокойно сыграть, типа того же хода Д3, но тем не менее есть конкретная и сильная линия, которая связана с ходом ФЕ. Итак, давайте посмотрим ФЕ, ДЕ и вот здесь играем слон Б5. Ну, именно в данной ситуации, в данном порядке ходов это будет очень сильно. И вот тут, опять же скажу по своему опыту, играют люди практически всегда КНЕ7. Со мной играли только КНЕ7, тоже если посмотреть мои партии, то только КНЕ7. 8 партий было сыграно в данном варианте, если мы откроем базу мастеров, здесь ЛЧС партии не находит. Ну а по базе самого ЛЧСа мы видим, что КНЕ7 на первом месте тоже с очень большим отрывом. Ну, ход слон Д7 еще хуже, чем ход КНЕ7 его рассматривать не будем. Правильный ход здесь КНЕ6, это единственный ход, после которого у черных нет каких-либо серьезных проблем. Но, опять же таки скажу, так практически никогда не играют 4 партии всего лишь. И КНЕ7, 61 партия, разница огромная. Мои партии тоже увидели, 8 партий с ходом КНЕ7. То есть, если черные здесь успеют просто уйти в рокировку, допустим, мы какой-то делаем там ход типа Д3, черные играют в рокировку, у них здесь отличная позиция, и на самом деле вся прошлая игра белых не имела никакого смысла. То есть, допустим, сон Б5 тоже странный ход, мы просто связали коня, но непонятно для чего это. Так вот, в данной ситуации все это работает, потому что у нас есть очень сильный конкретный выпад, это ход КНЕ7. Ну, скажу все-таки еще пару слов про ход КНЕ6, то есть на КНЕ6 здесь можно даже и пешку съесть, но компьютер считает, что еще сильнее СК, допустим, Д3. Ну, и здесь позиция примерно равная, у белых если есть перевес, то совсем минимальный. Но, опять же таки скажу, что здесь практически всегда на автомате следует ход КНЕ7, особенно в блице, тут люди играют КНЕ7 не думая. Опять-таки, если позволить черным сейчас уйти просто в рокировку, то у нас ничего здесь нет, у черных отличная позиция. Ну, вот за счет хода КНЕ5 у белых есть перевес, ну и в ряде вариантов можно очень быстро победить в этой партии. Итак, у черных есть тоже в этой ситуации два самых логичных хода и самых сильных, это либо рокировка, либо ход Ф6. Ну, рокировка, наверное, более логичный ход, и со мной так играли чаще, поэтому давайте его и разберем. И вот тут, если опять-таки не знать эту позицию за белых и тоже как-то шаблонно сыграть, типа там того же хода Д3, то у черных полнейший порядок, у них отличная позиция, но мы здесь должны либо знать, либо найти. Очень классный ход, который как раз-таки дает белым перевес, как минимум лишнюю пешку, это ход ЛДЕЙ Ф7. Очень красивый ход, и нужно бить на Ф7 именно ЛДЕЙ, а не КНЕМ, так намного сильнее. Ну и в чем идея? В чем идея этого хода? Дело в том, что если он играет ЛДЕЙ Ф7, что в принципе очень напрашивается, мы, конечно же, не бьем пока ЛДЕЙ, мы играем СОНЦЕ4. СОНЦЕ4. Делаем связку, ну и здесь, как бы черные не сыграли, у них как минимум позиция без спешки остается, то есть мы на Ф7 потом съедаем СОНЦЕМ, либо КНЕМ, и в этой позиции часто черные вообще сразу начинают рассыпаться, допустим, соперник уровня 2500, со мной недавно сыграл КНЕФ5. Ну и на самом деле, в принципе, позиция уже у черных неприятная, то есть тут как им не сыграть, все равно у них есть проблемы, потому что здесь, опять-таки, у нас есть даже выбор, то есть в какой-то ситуации СНЕС есть СЛОНОМ, в какой-то ситуации СНЕС есть КНЕМ, ну и, опять же-таки, пешка есть, это всегда приятно, то есть поэтому здесь позиция в пользу белых. Ну а также со мной другие хаты тоже делали, давайте подробно разбирать не будем, здесь со мной играли также и КНЕ5, и ФС7, КНЕФ5, разные хаты тут встречались, но как бы здесь черные не сыграли, здесь у белых перевес. Ну вот КНЕФ5 это, по сути, зевок, но на самом деле позиция так уже была довольно неприятной, как минимум. Ну и здесь, в чем проблема этого хода? Проблема в том, что я играю здесь КНЕФ7, и КНЕФ7 с темпом, напал только на ферзя, ферзя уходит и спокойно съедаю коня, у меня здоровая лишняя фигура, угрожает отскоке коня еще с поля Ф7 различные, ну в общем здесь большой перевес, да, я последовал коня 5, и тут я задумался уже, что мне делать, я думаю, что разные ходы тут выигрывали, ну ферзя 4, нашел такую идею, то есть была где-то у меня в дальнейшем мысль сыграть ферзь Е8, ну и так же защитил пока слона, ну и вот после хода конь С4, кстати тоже ошибочного хода, надо было как раз ферзь Е8 сыграть, но тем не менее здесь уже у черных защиты не было, то есть допустим если сыграть по компьютеру, как он предлагает, слон Ф5, все равно здесь, ну у меня просто лишний конь, то есть возможно я сразу тут мат не ставлю, но тем не менее конь есть конь, отыграть его черные никак не могут, ну и дальнейшее тоже смотреть сильно подробно, я не вижу смысла, то есть тут идея белых просто доразвиться, у нас сейчас по сути единственная такая небольшая, ну и то что прям проблема, но особенность позиции скажу скорее так, что не играет три фигуры, три фигуры спят и без них конечно же не сильно нам здесь получится как-то активно играть, поэтому идея эти фигуры вывести, ну и в дальнейшем понятно вводим слона чернопольного коня с Б1 ладью и просто реализуем лишнюю фигуру, просто фигура и все, без компенсации, ну а если он сыграет конь С4, как в партии, тут опять-таки разные были ходы уже у черных, то мы играем здесь либо ферзь Е8, либо даже ферзь С4, ферзь С4 компьютер считает Зевком, потому что после хода ферзь Е8 там был форсированный мат, ну честно скажу, что я мата не видел, поэтому решил, раз не вижу мата, сыграю попроще, останусь с лишним конем, с лишней фигурой, ну и дальше как-нибудь выиграю в этой позиции, здесь соперник тоже уже поплыл, не увидел мат в один ход, но тем не менее позиция так пройганная была, поэтому здесь даже если он сыграл бы ферзь С7, ну опять-таки у меня остается лишняя фигура и понятно, что огромный перевес, поэтому слон Ф5, да, это плохой ход, понятно, это Зевок мата, но без этого Зевка все равно я думаю, что в этой позиции я победил бы, так что такая классная конкретная идея, если в данной ситуации черный играет Е5, мы играем пока ФЕ, ну и после ДЕ слон Б5, далее на конь Е7, ход который следует автоматом практически за одну секунду, мы играем конь Ж5, такое интересное конкретное решение, ну и нарокировка на ДЕ в 7, очень точный ход, после которого получаем перевес, и также естественно я обязан показать и другой ход, он наверное не такой логичный, но тем не менее тоже вполне возможный, и на самом деле здесь в принципе только так и играют черные, если посмотреть опять же по базе, и по моих партий базе, и по базе ДЧСа, мы видим, что и тот, и тот ход встречался, но Ф6 тоже не сильно помогает черным, дело все в том, что после хода Ф6, у нас находится конкретный сильный ход, и после этого хода у нас перевес даже еще больше, чем после рокировки, и это ход ФЕ, то есть в чем вообще смысл этого хода, зачем мы его делаем, если черные просто съедают нашего коня, то после Ф7, король Д7 и Ф7, мы отыгрываем фигуру, ну и остается сильнейшая атака у белых, и вот здесь при равном материале, у нас по материалу абсолютно равенство, сейчас нет даже лишней пешки у белых, как было допустим ранее, мы видим оценку, давайте плечу, там плюс 7, да, примерно дает компьютер, то есть как будто там, не знаю, ФС практически лишний у белых, такая вот серьезная оценка, ну связано это прежде всего с тем, что у черных слабый король, потому что опять же таки не забывайте, что оценка прежде всего складывается из положения короля и положения фигур, то есть эти два фактора важнее, чем материал, поэтому оценка может быть огромной в пользу белых или черных, если даже материал равный, но в данной ситуации, кроме хода ФЖ, у черных есть более интересный вариант, и со мной так тоже играли, если посмотреть по базе Речеса, тоже такой ход делался неоднократно, и это ход С4, С4 и со мной, со мной тоже применяли такой ход, ну позиция встречалась два раза, но тем не менее С4 в одной из них черные сыграли, и так, в чем идея хода С4, зачем черные скидывают пешку, дело в том, что ход достаточно логичный, и как минимум черные здесь рассчитывают на контр-игру, то есть после ФЖ4, ну так понятно, что мы обязаны играть, он опять-таки не съедает коня, взятие коня приводит к примерно тем же вариантам, играет ФЖ6 в шах, ну и тут можно сыграть просто король Х1, на самом деле дает большой перевес белым, но даже еще сильнее сыграть Д4, самый точный ход, то есть мы еще где-то слона открываем с поля С1, не боимся никаких скидых шахов, потому что опять-таки у нас идея какая-то, сыграть ФЖ7, все по старой схеме, ну и съедаем слона, еще и плюс ко всему для черных неприятно, что ладья пока под боем, приходится ладью убирать, ну и далее у нас, да, здесь тоже под боем и ферзь, и конь, и слон, то есть надо ферзя убирать, допустим он играет в ЛП5, все-таки отыгрывает фигуру, у нас всего лишь лишняя пешка, вроде бы материальный перевес минимальный, и казалось бы здесь у черных все нормально, но тем не менее, после какого-нибудь развивающего хода, типа там коня 3, были и другие ходы, на самом деле большой выбор был у белых, так вот здесь перевес у белых еще больше, чем в прошлом варианте, видите там плюс 10 примерно по движку, я включал специально движком, проверял, и здесь как будто это у нас даже больше, чем ферзь лишний, судя по оценке компа, тут опять-таки основная проблема черных, в том, что у них очень слабый король, и видимо здесь я так понимаю, что черные либо теряют ферзя, либо там очень много материала теряют, чтобы не получить мат, понятно, что у белых тоже требуется точность, всегда нужно играть внимательно, даже при такой огромной оценке компьютера, но опять-таки дальнейшее, это уже дело техники, и дело класса самого шахматиста, но тем не менее, ловушка и идея очень интересны, потому что в данной позиции E5 вполне напрашивается ход, и в принципе E5 играют не так редко, да, конечно же ход конев 6, самый логичный, объективно самый сильный, встречается намного чаще, но тем не менее E5 мы видим, что больше 3000 партий, ну и здесь люди играли по-разному, то есть FE тоже встречался ход, конечно же неоднократно, ну и здесь 100 B5 на самом деле, мало кто знает, но после хода 100 B5, и очень важно, что на коне E7 выпад, а конь G5 еще, мы видим тоже, что статистика у белых очень хорошая, 75% побед, это конечно же говорит о многом, так что безусловно, такой вариант могу вам посоветовать, ну и в принципе опять же таки скажу, что очень советую изучать теорию, то есть это помогает нам действительно лучше понимать некоторые позиции, плюс иногда действительно, что мне допустим очень приятно, когда твоя дебютная подготовка в чистом виде работает, и ты допустим выходя из дебюта получаешь уже большой перевес, ну и иногда даже бывает, что просто там выигрываешь партию буквально 15 ходов, учитывая хорошую дебютную подготовку, и когда соперник попался в подобные ловушечные варианты, это вполне реально, так что советую изучать теорию, это вам поможет не только лучше ориентироваться в дебюте, но и в дальнейшем тоже понимать примерные планы на уже середину партии, всем спасибо за просмотр, и до скорых встреч!